Всем привет! Многие IP-камеры видеонаблюдения, современные, имеют уже встроенный микрофон. Как такие вот поворотные камеры идут с двухсторонним аудио, микрофон и динамик, так и обычные цилиндрические статические камеры также уже имеют встроенный микрофон, в некоторых случаях есть и встроенный динамик. Но нам что важно в этом видео, чтобы был микрофон, IP-камера имеет встроенный микрофон, картинку с камеры мы можем подключать и выводить через видеорегистратор на монитор. Также немаловажно, можно картинку с камеры и слышать через видеорегистратор, выведя картинку на монитор, если монитор имеет встроенные динамики. Если же вы выводите картинку через HDMI-порт к телевизору, на телевизоре соответственно есть динамики, также вы можете слышать, но есть вариант подключения к видеорегистратору колонок. Обычные компьютерные колонки, вот одни из дешевых, наверное самые дешевые, что ни на есть, которые имеют два кабеля, это подключение джек обычный, мини-джек и USB-разъем, разъем питания колонок. В данном случае видеорегистратор должен иметь аудиовыход, в основном идут аудиовход и аудиовыход. Есть несколько каналов входа и выхода, но в основном один, в общем-то одного хватит. И есть USB-выходы также. Как обычно в один из них у нас подключена мышь, а в другой мы можем подключить именно колонки для их питания. USB 5 вольт на выходе, а второй кабель подключаем через такой вот разъем, с одной стороны тюльпан, а с другой стороны мини-джек вход. Подключаем от колонок мини-джек в этот разъем-переходник и подключаем в разъем аудио-аут под тюльпан. И колонки у нас уже подключены к видеорегистратору. И теперь регулируя громкость, я получаю аудио с таких вот маленьких колонок. Запитаны две колонки, и та, и та работают. Понятно, что это не стереорежим, моно, но две колонки работают. Отличное аудио, шум улицы. И в данном случае у меня видеорегистратор 32-канальный. Кому интересно, я все ссылки оставляю под видео. То, что я показываю вам и где приобретал, я сразу же оставляю ссылку. Переходите, кому интересно, и смотрите цены. Цены на данный момент падают на оборудование на Алиэкспрессе. Поэтому покупайте, все это работает. В данном случае аудио у меня ведется вот с данной камеры. Можно переключать вот значки на XMI-вских видеорегистраторах. Включение и выключение аудио с камеры. Слышите, отключилось аудио. И включаю. Понятно, что при этом камера должна иметь встроенный микрофон. И одновременно со всех камер, я думаю, тоже вам понятно, что аудио одновременно выводиться на колонки не сможет. Поэтому, хотите вы из какой-либо камеры прослушать аудио, нужно кликнуть на ее значок. Например, на этой камере у меня тоже есть микрофон. Включаю. И слышим уже другой звук. Шум ветра. В районе, где установлена данная камера. Переключаю на данную камеру. И меняется шум. Камера ближе к улице. Слышно шум машин и говор проходящих людей. Также, что интересно, камеры, установленные удаленно, также будут воспроизводить вам видео. Например, камера установлена у вас на даче или в загородном доме, а видеорегистратор стоит с колонками и монитором у вас в квартире. Также, камера у вас, как я вам показывал в одном из видео, удаленно привязана к видеорегистратору и выводится на нее картинка. Также, если она имеет встроенный микрофон, вы можете включить и слушать, что у вас происходит на даче, в квартире удаленно, в другом городе, в другой стране. Это все будет он в онлайне. Включаю динамик другой, то есть микрофон другой камеры, которая установлена у меня удаленно. Не в квартире, не в моем доме, а в квартире. Тут именно проблемы сами с микрофоном, помеха по питанию. Но факт тому, что я вам показываю, вот я могу слышать, что происходит в той квартире в онлайне. Сейчас там тихо, только идет треск вот именно по питанию. Но это проблема самого блока питания. Захочу переключить на свои камеры. Также это все дело переключаю. Переключаю все одним кликом. Колонки данные маломощные. Хотите что-то более мощное, покупайте, приобретайте, подключайте схему показалка. В случае, если у вас имеются такие колонки с питанием от розетки 220, вот вилка подключается в розетку. А аудио передается все равно по джеку. То есть схема подключения та же самая. Подключаем аудиокабель в разъем через переходник видеорегистратора. А питание самих колонок подключаем в розетку 220. То есть это учитывайте. Я думаю, что самый нормальный вариант это колонки с питанием от USB. Но вы смотрите уже сами, кому что. Еще один и основной момент при выборе видеорегистратора. Есть видеорегистраторы в основном гибридные. Они все идут с возможностью, с поддержкой аудио входом-выходом. А вот IP видеорегистраторы, чистые NVR, IP-шные. Не все идут с аудио. С тюльпанами с такими, со входами. Смотрите, вот 16-канальный видеорегистратор, но поддержки аудио нет. Поэтому при выборе учтите. Я думаю, что видеорегистратор, если уже выбирать. А видеорегистраторы уже нужно покупать и можно. Потому что ценовой диапазон у них уже смешной. Они дешевле некоторых камер даже стоят. А устройство, которое будет постоянно работать в онлайне. Записывать, сохранять на жестком диске. И выводить картинку с аудио на монитор и колонки. Это хорошее устройство. Компьютер у вас не будет в онлайне постоянно молотить. А видеорегистратор именно это то устройство, которое круглосуточно может работать. И потребляет меньше электроэнергии. Соответственно, это устройство специальное. Поэтому учтите, имейте в виду. Если вам нужно аудио, то смотрите по характеристикам. Даже на картинках можно увидеть с аудио или нет. Если сомневаетесь, задавайте вопросы продавцу перед покупкой. Конкретно по выбору видеорегистратору сделаю я отдельное видео. Какой, с какой прошивкой, для каких камер, скольки канальные желательно брать. И все остальное. Под данным видео я оставлю ссылку на видеорегистраторы именно с поддержкой аудио. У кого возникают какие ко мне вопросы по подключению, по настройке, по работе камер, видеорегистраторов, всего остального, что связано с видеонаблюдением. Прошу вас эти вопросы задавать в комментариях под видео. Комментарии общедоступны. И мы сможем вместе найти причину или помочь вам. Не только я, а и зрителей, и которые меня смотрят, подписчики. Также я оставляю адрес своей электронной почты, в которой вы мне можете написать. И я вам помогу подобрать то или иное оборудование на Алиэкспрессе для видеонаблюдения. И дать вам на это оборудование ссылки. Подпишитесь на мой канал, кого интересует данная тема. Подпишитесь на мой инстаграм. Там я выкладываю анонсы того или иного товара, который будет на видеообзоре и тесте в дальнейших видео. На сегодня все. Всем удачи и до следующих видео. Продолжение следует...